По результатам переписи населения 2010 мы потеряли как минимум 5 миллионов человек. Вот чему такое случилось? Да все очень просто. Мы оказались просто не готовы жить в эпоху высоких цен и так и не научились зарабатывать деньги. А любим просто получать зарплату, ну то есть работать на дядю. Кое-кто вообще сломался, наступил на стакан, но и потерялся. И в прямом, и в переносном смысле. Потому что со стакана слезть, это не самое дешевое удовольствие. То есть согласитесь, да, 89 рублей бутылка водки, помноженная на 3, может быть на 7, чтобы вы уже целую неделю в запое были. А выйти в отдельных клиниках, предлагаются суммы до 10 тысяч, кстати. Откуда же в рацию алкоголику такие деньги найти? И вот для того, чтобы узнать, а можно ли помочь подешевле, мы приехали сюда, в медицинский центр возрождения, на Ленина, 126. Хороший, наверное, бизнес, да? Заработать на тех, кто страдает и болеет. Я имею в виду тех, кто подвержен воздействию алкоголя, ну и наркотиков. Некоторые зарабатывают, ну просто, такие своеобразные суммы. Речь идет о десятках тысяч рублей. Можно ли как-то, ну, компенсировать человек, потому что экономическая ситуация сейчас не самая такая благоприятная? Ну, наверное, скажем так, что стоимость этих процедур, она действительно достаточно высока, в силу того, что очень много всяких подводных камней кроется при лечении данной патологии. Мы начнем просто-напросто с того, что любая клетка нашего организма, она достаточно хитрая для того, чтобы ей жить, существовать, надо вырабатывать энергию. Для этого надо расщеплять жиры, белки, углеводы и так далее. В том же случае, когда человек потребляет, положим, алкоголь, клетка берет алкоголь. И за 7 секунд этот алкоголь превращается в колоссальное количество энергии. Работать практически не надо. То есть привычка эта носит клеточный и субклеточный уровень. Поэтому помочь разобраться, так сказать, адекватно, тем более помочь пациенту, бывает периодически чрезвычайно сложно. Что же касается стоимости наших услуг, то они остаются стабильными в течение ряда лет. То есть прерывание с запоя у нас стоит 3 тысячи рублей. Прерывание с запоя с медикаментозным кодированием стоит 5 тысяч 500 рублей. Просто медикаментозное кодирование стоит 2,5 тысячи рублей. Причем мы отработали именно наш подход, чтобы пациент платил как можно меньшую сумму. Условно говоря, человек находится в состоянии запоя. Он определился, что ему надо провести медикаментозное кодирование. В финансах у него всего лишь 2,5 тысячи. Он приходит сюда, подписывает контракт на медикаментозное кодирование. Получает медикаменты абсолютно бесплатно. На 3-5 дней. Он их пропивает. Перерывается запой. Стабилизируется его состояние. Через 3-5 дней он приходит сюда. Проводится медикаментозное кодирование. Все. Все просто и есть на самом деле. Если за дело берутся профессионалы-наркологи. Ну а количество таковых чуть позже. А тех, кто понимает, что нужно не за пивом бежать и не водочки, рюмочку с пахмелка, да и с утра закинуть. Рюмочка или пивасик – это прямой путь к запою. Организм взрослого человека, ну где-то после 32-34 лет, к таким экспериментам в большинстве случаев не готов. А правильно поставить на ноги того, у кого жмели гудуть и трубу гудят, можно за 2 часа. Есть здесь и такая процедура. Да, и белочку вы увидите только в лесу или зоопарке. И возвращаясь к теме, а сколько таких специалистов в городе есть, как вы думаете? Так получается, что опыт цен ошибок трудных, и вообще, ну, уже отходя от Александра Сергеевича, именно благодаря опыту получилось реально снизить стоимость. Потому что мы вот сейчас только что записывали интервью с промежутками, и люди приходили с круглыми глазами. Там было 10, здесь совершенно другие цифры. Ну, безусловно, опыт оказывает свое влияние, в том числе и на методику, которая используется при лечении того или иного заболевания. То есть, со временем, как и в любой специальности, идет совершенно другой взгляд на решение этой проблемы. Другие подходы, более унифицированные, более, так сказать, качественные, дающие хороший результат. И тем не менее, с экранов телевидения, с газет мы видим, ну, уж огромные потоки информации. Кодируем, лечим, прерываем. Хотелось бы задать вопрос. А судьи кто? А кто лечит-то? Кто имеет вообще возможность, имеет вообще понятие биохимии, именно воздействие алкоголя на организм человека? Ну, скажем так, что, безусловно, спект предложения, он достаточно широкий. Ну, и, на мой взгляд, так и должно быть. У любого человека должен быть выбор. Что касается вопроса, кто этим занимается, честно говоря, не знаю. В силу того, что даже специалистов по наркологии в городе у нас единицы, просто-напросто единицы. То есть специализация наркология. Единицы – это один-два, а не 10-20, естественно. Да. А людей, которые имеют стаж там, условно говоря, 20 лет, у нас в городе два, это я и главный врач наркологического диспансера. Ну, естественно, так сказать, для того, чтобы, прежде всего, осуществлять эту деятельность, любое, так сказать, предприятие, учреждение должно иметь, кроме всего прочего, лицензии. Лицензия должна быть четкой. Там обозначены пункты, где это, чем ты должен заниматься. У нас вот это наркология. А может быть, это терапия. Может быть, еще какое-то направление. То есть терапия и подразделение приводит запоев? Ну, а почему бы и нет. Я не исключаю такой вариант. С 10 до 7 – это ледяная 126, прямо напротив арены «Металлург». Так что все, кто смотрит нас, и не только жители Магнитогорска, а также жители пригорода, вот сюда, пожалуйста. Два с половиной рубля, две с половиной тысячи рублей, пожалуйста. Все, вы получили мужа человека или жену, потому что пьют, извините, все. Я предлагаю еще другой способ, самый дешевый – жить нормально. То есть человек должен питаться качественно, завтракать, обедать, ужинать. То есть вернуться на круги своя. Все наши советские ценности жизненные. Помните? Мы же не бегали за пельменями и на стоянке не закатывали у себя каждый божий день водку. Ну, такого не было. Хотя, как приятно, да, стаканчик, хлоп, 5000 калорий, как тебе, блин, бабахнули. И все, уже и кушать неохота. Вот оно откуда, по-моему, пошло повальное пьянство. Хотя такое ли оно уж повальное. Мы видели страны, где пьют посильнее, чем в России. Продолжение следует...